Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта! Очередное безмонтажное видео. Называется оно Черти над горнолыжным курортом. Я взял... Закрыл от двойка, хорошо. Друзья, у нас мистраль, мы только что были в волне. И... Обычно в такой мистраль он дует настолько сильно, что не работает горнолыжный курорт на Пик-де-Бюре. Но, как вы видите, если вы хорошенько присмотритесь, то вы заметите, что на горнолыжном курорте присутствуют люди. То есть они активно катаются. И мы их видим. Я не знаю, видите ли вы их. Но мы сейчас попробуем вам показать этот курорт максимально. И... Рассказать про него. Во-первых, оцените ветер. У нас сейчас видно, как... Мы сейчас в волне набирали почти 4000 метров. Ветер на высоте 28 км в час. Он стихает. Но по низам он дует намного сильнее. Нас на взлет сегодня практически остановило в воздухе. То есть планер... Саш, скажи, что я не вру. Ну, чуть-чуть ездили. Чуть-чуть врешь, да? Чуть-чуть. Да, взлет такой... Слушай, ветер сильный. На месте висим ты, посмотри. Да. Ну, хорошо. Ну, не остановило, но... Была скорость, там... Планер двигался... Километров 30. Да. Километров 30 в час при скорости относительно воздуха 110. То есть воздух внизу дует очень сильно. А наверху дует послабее. И мне удивительно, что сегодня открыт горнолыжный парк. Потому что обычно канатки настолько там раскачиваются и так далее, что его просто тупо на время мистрали закрывают. Вы же сейчас посмотрите, как мы снижаемся на высоту где-то 2500. Будем проходить мимо Пикдебюра с высокой турбулентностью достаточно. И потом я планирую, что мы рванем, попробуем зайти в волну. Я надеюсь, что камеры на все это хватит. Саша, ты надеешься? Да. Да. Ну, будем надеяться. Так, ну что, смотрим. Что там за облаками? Там за облаками. Там. Там тарам. Там тарам. Я обожаю планер за то, что это лучший аккумулятор энергии. То есть мы можем переводить высоту. Вот смотри, сейчас 100 метров. И 3000 метров высоты. Вот 100 километров в час. И вот сейчас я разгоняюсь, смотрите. Высота падает, скорость растет. Мы сбросили. 200 метров, разогнавшись почти до 2750. А теперь смотрите опять. Переливаем энергию. Видите, как стрелки работают. Опять скорость 120. И почти 3000. Ну там 50 метров мы все-таки разменяли. То есть планер это идеальный аккумулятор. И мы спускаемся поближе к горнолюберному курорту. Сильно низко я не смогу, друзья. Потому что все-таки вы понимаете, да, что ветер сильный. Меня просто отутюжит. Мама, не горюй. Поэтому я сейчас на более высокой скорости летаю, чтобы из-за скорости быть пониже и в скорости запасти энергией, если что, прыгнуть вверх. И вот сейчас я смотрю на ветер. И ветер меня... 42 километра в час ветер. Вот, смотрите. Наше текущее снижение. Минус 3,7 метра в секунду. Нас здесь валит. И 40 километров в час дует. Сейчас нам здесь немножко достанется. Но что не делаешь... Что не сделаешь ради глубокоуважаемых любителей летных видов спорта. Я не знаю, в динамик мы, наверное, не попадем никакой. Но, кстати, рядом со склоном пройдем. Стрелка вариометра пошла вверх. То есть все-таки нетипичное состояние. То есть это не мистраль, но не сильный. Именно поэтому мы вообще можем себе позволить вот так вот нагло с этой стороны путешествовать. Не боясь ради роторов. Я всегда думал, что это на склоне доказываются лавинные пушки. С помощью них что-то сбрасывают. Оно бах-бабахает. Вот там, видите, находится канатная дорога. Нам туда нельзя. И мы снизились до того высоты, что вы вполне можете разглядеть. Наших глубокоуважаемых лыжников. Вот работают все подъемники. Здесь я больше люблю более западную часть парка. Более старые здания. Все, скажем так, красивее. Такой деревяненький. Городочек такой. Весь такие шалешечки. Вот они, лыжники. Шалешечки красивые. Прям огонь. Очень мне нравится. А есть еще восточная часть парка. Там такие в стиле 70-х. Огромные, такие монументальные. Здоровенные постройки. Мне совсем они не нравятся. Как мы кружим. Кто-то катается на лыжах, а кто-то летает. Причем, заметьте, друзья, в шортах. Я сегодня забыл штаны одеть. Мы, так как мы летали, просто взлететь и посмотреть, как там наш планер, как там наш новый мотор. Я не собирался летать долго. Ну, Саша, you're lucky man. Как хорошо. Видишь, мне с тобой везет и на мотор слетать. На мотор, в смысле, на отказ слетать и волну взять. Чего засняли. Сейчас абсолютно классический вариант, как мы ее берем. Я сейчас специально вам снимаю такой, наверное, как сказать, таймлапс. Таблака переваливаю через гору. Дальше воздух идет вниз. И из-за того, что он идет вниз, он нагревается. Влага испаряется. И дальше все это идет вниз, вниз, вниз. Потом бам, отскок. И начинает идти вверх. И мы в том, что идет вверх. Но мы уже пробили это. Находимся уже слишком впереди. Сейчас я вернусь к вот этим вот облачкам, демаскирующим ротор. И мы там снова попадем в восходящую зону. Смотрите, сейчас стрелочка на нолях. И я сейчас прямо прошиваю всю волновую конструкцию насквозь. Сейчас хорошо видно, как этот ротор живет. Прям получился случайно не полет, а прям фактически учебный полет. Видите, как это живет красиво. Стрелочка поползла вверх. Вот опять на варике. 5 метров в секунду. Анбери был. Ну, как стрелка легла прям. Ах, красота. Больше 5 метров в секунду. Это 5,4 метра в секунду у нас. А я в шортах. Вот дурака. Вот тупень. 6 метров в секунду. Ну, неожиданно совершенно. То есть мы рассчитывали, то что сделать. Взять, собрать планер и слетать кружочек. Посмотреть, как оно там. А потом, когда начали собирать планер, оказалось, что висит роторное облако и достаточно сильный ветер. И если есть роторное облако, значит, есть волна. Я даже не знаю, до скольки она бьет. Мы даже кислород не подключали. У нас, вот видите, он. Баллон не подсоединен, потому что, ну, не до этого было. То есть задача была совершенно другая. Но, вот, катаемся. Эх! Да. Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Ты счастлив, Шура? Да. Скажи, оно того стоило. Собирать планер целый час, чтобы потом на нем полетать. Аж целый час. Да. Аж целый час. Но мы уже натренировались, собираем планер быстро. И так как собирал планер, а внизу тепло. Сегодня градусов 15 в долине нашей. Я полетел в шортах. И вот сейчас, видите, отгребаю. Ну, я не скажу, что я мерзну. Потому что через фонарь достаточно ярко светит солнце. Но все-таки достаточно прохладно. Снег внизу. О, смотрите, как. А, кстати, ветер внизу есть. Посмотри, лыжники высекают своими лыжами. Саша, ты видишь, да? Как они высекают фургу. Так, высота. Ну, еще один вираж там хватает. Друзья, смотрите, более жесткий вираж. Сейчас я должен здесь поместиться, чтобы облака не входить. Оп. Полыжники. Полыжники. Эх. Эк-эк-эк-эк-эк-эк-эй. Мы в горолыжном парке. Да, Саша? И, смотрите, я сейчас максимальную энергию перевожу. Буду опускаться пониже. Вот, низко максимально прохожу. Оп. Скорость 200. Впереди облака. И, смотрите, я выскакиваю выше облаков. За счет сброса скорости. Смотрите, оп. И скорость у меня 150, 120. И я прошел над облаками. Но теперь, друзья, самое интересное. Полет в ротор. Сейчас мы будем отгребать последствия нашего рок-н-ролла. Высота у нас 2500. Я знаю, где за этой горой стоит волна. Но я думаю, что там, где стоит эта волна, стоит и ротор. Поэтому камеру я креплю. Фиксирую. Больше мне заниматься ею нет настроения. И лечу в ротор. Брать волну. И, возможно, волну мы уже не возьмем. Полетим ближе к дому, возьмем в другом месте. То есть, видите, сейчас, чтобы было понятно, что я натворил. Вот. Сколько у нас тут на вариометре? Оп. Оп. Турбулентность. Оп. Сейчас опять по кабине все летать будет. Оп. Так, 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 так. Хорошо. Да. Трясет нас. Будь здоров. И высота сейчас 2200. То есть, она не очень велика, чтобы взять отсюда. Оп. Оп. Нифига себе. Да, серьезненько сейчас Саша все было. Покачивает нас тут немножечко. Оп. Класс. Оп. Тебе нравится? Да. Да, мне тоже нравится. Ну, друзья, безмонтажное видео. Вся правда в жизни. Видите, полетали над горыжным курортом. Вот. Сейчас отгребаем ротор от вот этой горы. О. Вот. И можно, конечно, сейчас подвернуть к ней, попробовать взять. Вот сейчас попробовать взять что-нибудь. Но я боюсь, это будет перебор. Не хочу рисковать. Мы все-таки отважный пилот, он не до такой степени. Да, Саша? А Александр Шляхер очень хорошо учит. Я один раз... Ты банку прилетел, и теперь хочется плечи поджимать. Вот, видите, какие у нас забросы. То есть можно было бы, конечно, в этом роторе остаться, но он будет очень жесткий. На самом деле я замерз. Возможно, я вот это все устроил просто ради того, чтобы опуститься в нижние слои атмосферы, как вы видите, да, и согреться немножечко. Чтобы у меня ножки замерзли, ручки замерзли. Оп. Оп. Вот как нас колбасит. То в плюс, то в минус. Высота наша уже 2200 метров. Тает. Но план мой такой, там впереди гора Апоттер, на которой мы, собственно, брали сегодня волну уже. Никаких проблем долететь до Апоттера и взять волну там. Потому что там вам волну взяли с отметки 1400 метров. Просто Пик-де-Бюрг сама по себе гора высокая. И сейчас вот так облетев ее, то есть надо было, чтобы взять волну, вернуться хотя бы на 2,5-2,700. А мы вернулись значительно ниже и отгребли приключения за этим склоном. Ну, как вы видите, все это решаемое. На плане штука крепкая. Главное не бояться. Да. Все. Это серия безмонтажных видео, потому что у меня нет времени на монтаж. Совсем по ряду бюрократических причин я привожу в порядок свои документы всякие, летные, благодаря всяким вот кляузникам. Приходится работать больше. Поэтому занимаюсь бумажками, меньше занимаюсь монтажом. Но вы меня простите. Зато все живее, мне кажется. Вот так вот. Эх! От души. Да, Саша? Ага. А ты что, не скажи так? Скажи так, ты что-нибудь. От души. Ну, всем привет. Все приходите в небо, лихайте на таких замечательных самолетах. И привет Владимиру Васильеву. Я постоянно у него ворую эту фразу. Да? О! Да. Ну, я не ворую, но видите, у меня мой друг своровал. Приходится вот соответствовать. Ну что, где мы будем искать ротор, Саша? Как ты думаешь? Где обычно? Где начальник скажет, сами будут. Да. А, кстати, покажу снег. Пока камера еще с ним снимает. Друзья, вот снег, там видите, падает, облака идут вниз, и по идее они должны таять, но они не тают. Они тают, но из них еще выпадает снег. Это как раз, я называю его волновой снег, а еще бывает волновая радуга. Если на них классно светит солнце, там еще образуется радуга. Вот впереди место, где мы будем брать следующую волну. Эгей! Все как по учебнику. На том же самом месте, где мы волну взяли в начале дня, мы ее взяли и сейчас. При этом, друзья, вот мы вот туда пришли, я думал, что там тоже волна стояла, а ее уже нет, ее выключили. И по какой-то причине, видимо, по причине чуда, волна осталась над аэродромом Аспермонт. Мы здесь стоим, в самом классическом месте, вот вот прям то, где она всегда здесь живет. А вот аэродром наш, конец. Кончик крыла показывает на наш аэродром. Волна! Обалдим дальше! Только что мы были вот там на Пикдебюре, пока мы живем в горнолыжный курорт. И там холодно, снег лежит. А вы посмотрите, даже на вид видно, что долины теплые. Вот здесь светит теплое солнышко. И можно собирать планеры, ходить в шортах. Вот я демонстрирую вам, да, что я летаю в шортах. И я летаю не потому, что я такой дурак, а потому, что на аэродроме было жарко, я поперся туда в шортах и забыл штаны. И планер-то я замечательно собрал, потом думаю, ну и нормально, и так в шортах и полетим. Вот сегодня 20, какой у нас, ой, какой, 11 февраля, ну, вполне себе шортовая погода, как оказалось. Ну, все. Теперь точно конец почти безмонтажного видео. Я не удержался вам доснять, как все-таки мы попали в волну. И, кстати, волна все-таки еще сильная, посмотрите. О, больше пяти метров в секунду кладет стрелочку. О, и вот тогда сейчас нужно так вот зависнуть. Скорость сделать 90. И получить, получать неизгладимое удовольствие от жизни, друзья. Неизгладимое. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Всего вам доброго. Хей! Хе-хе-хе! Субтитры создавал DimaTorzok